Раньше у нас со старшим поколением было больше точек соприкосновения, нам было, чему у них учиться, а нынешнее поколение ничего не хочет брать у предыдущего. Смотрите, Арни, вообще интересную тему тут задели. Сейчас зато получается так, что, ну, допустим, поколение, которое старше, оно пытается молодиться, вести себя наоборот, как младшее поколение. И вот здесь происходит, я сейчас интересную историю приведу, вот буквально на днях разговаривал. Я просматривал Инстаграм, и там такое было, ну, в Америке очень любят много что аббревиатурить, писать просто все целые слова по первым буквам, целые предложения составлять, и там попалось какое-то, типа, там из 20 где-то слов, все по буквам, типа, о, сможете разгадать или нет. Ну, я прочитал, конечно, что там написано, и потом я с кем-то начал обсуждать эту тему, и говорят, что в одной школе родители подали в суд на учителя за то, что он запретил ученикам писать таким образом, то есть аббревиатурой. Не словами, а аббревиатурой. Я говорю, это что за дебилы родители? То есть их детей учат, как нужно правильно, так они еще подают в суд за то, что их дети хотят писать, как дебилы полные. Полные. Зачем тогда он вообще в школу ходит, если он и так может дебилом и дома быть дебилом? Потому что родители точно так же пишут, сами родители точно так же пишут, и родители, то есть поступают, много такого происходит, бабушки молодятся, донь, неизвестно кого, мама или это вообще уже папа, то есть у них нет субординации, вот такой нет субординации, нет авторитета. То есть если ты как бы мне родители корешь всю жизнь, то есть не то, что родитель не должен быть другом, родитель должен быть другом своему ребенку, но у ребенка должно быть понимание, где заканчивается связь, где заканчивается вседозволенность какая-то определенная и начинается там какая-то ответственность. А к сожалению сейчас происходит что-либо, я вот вижу сколько там так вот орут просто посреди, он даже сейчас на поезд обсадился, это какая-то там мать с ребенком, орет просто на него, причем орет нецентурными словами. Это как бы мелкие еще, когда он вообще там еле передвигается. А потом вот подрастет, они начнут с ними на одну тему, там, а хочешь покурить, ну давай покурим вместе, там еще что-нибудь такое. Поэтому, поэтому, конечно, сейчас, сейчас, наверное, больше точек соприкосновения, ну не то, что их меньше, вернее, Арни, точек соприкосновения, просто они другие. Сейчас точки соприкосновения вниз идут. Раньше они, если как бы наверх шли, вот как вы написали, Арни, что младшее поколение хотело учиться у старшего, там чего-то, то сейчас наоборот, старшее поколение вниз куда-то идет и пытается вести себя точно так же, как младшее поколение. И это просто противно смотреть на такое вот, сколько это очень, ну блин, это очень много в обществе распространено. Здесь я очень много такого вижу, к сожалению. Опять же, что такое понятие молодиться здесь? Знаете, понятие молодиться, это даже не столько, ну это я сейчас не про вас, это я уже от ваших слов отталкиваюсь на рассуждение. Наверное, понятие молодиться, это не столько даже чисто внешне, сколько вот именно обесценивание внутренних каких-то ценностей вот этих всех, да, то есть когда ты их, когда, когда ты, где ты, там, где ты должен быть строг, где-то, да, там, с кем-то, с более младшим, там, ты наоборот снисходишь, да, вот на их, какую-то там, на их, на их, вот эту позицию. И вот это, мне кажется, наверное, молоди, то, что, наверное, отвращает прежде всего, не столько даже вот это внешне, потому что я, говорю, я, по сути, одеваюсь в большинстве случаев точно так же, как я одевал, ну не совсем точно так же, но имеется точно так же, как я одевался, там, и 15 лет назад, допустим.